Привет, привет, привет! Сегодня на канале Технозон не смарт-ТВ приставки, а манипуляторы к этим самым смарт-ТВ приставкам. И если вам интересна эта тема, досмотрите это видео до конца. Вы знаете, в последнее время с моим Xiaomi Mi Box 3 я пользуюсь вот просто этой дистанционкой, она удобна тем, что есть голосовое управление. Да и просто она, просто обалденная, скажем так. Но с некоторых пор мне перестало хватать этой дистанционки все, потому что у меня неудобно набирать текст, мне не хватает скорости переключения между какими-то элементами интерфейса. И я, вы знаете, обратил внимание на аэромыши, либо на манипуляторы, которые похожи на аэромыш, либо это комбинированные мыши-клавиатуры, и решил сделать обзор тех устройств, которые доступны мне. Я позвонил в наш любимый магазин SmartTVBox.com.ua, который я вам советую, настоятельно рекомендую, заказывать и будет вам счастье. Так вот, этот самый магазин мне выставил 5 устройств для, скажем так, небольшого тест-драйва. Моя цель этого тест-драйва, выбор именно устройства под себя. Я его действительно себе покупаю и действительно им буду пользоваться. И когда я получил эти 5 устройств, я был немножечко бескуражен. Настолько разнообразные они были. Например, это были вот такие вот аэромыши. Также это были вот такие вот комбинированные пульты с аэромышью. И полноценные QWERTY-клавиатуры, что мне тоже немаловажно. Кстати, дизайн, ну это, блин, классный, мне так нравится. И, наконец, даже пришел мне вот такой вот монстр, который светится вообще обалденный, красивый, с тачпадом. А я хочу напомнить, что все это стало возможным благодаря интернет-магазину SmartTVBox.com.ua. Заказывайте и будет вам счастье. И сейчас мы переходим на распаковочный стол. Распакуем их, посмотрим, что там внутри, как они подключаются, что к ним идет в комплекте. А потом мы плавненько перейдем, включим и посмотрим, как же они все-таки работают. И после этого мы сделаем небольшой резюме. Ну что ж, контроллеры управления нашими девайсами. Хочу начать с самой простой, как на мой взгляд. Все они реализованы, по-моему, просто через донглы. Вот она такая маленькая. Вообще такая приятная на ощупь, на самом деле. Донгл у нас спрятан под крышечку. То есть сюда достаточно просто вставить батарейки, вставить донгл в саму приставку и, в принципе, можно ей работать. Вот есть кнопка калибровки. Клавиатура здесь нет. Это самая простая аэромыш с регулировкой громкости. Есть кнопка домой. Есть кнопки пролистывания вверх-вниз. Ну и обыкновенный джойстик с кнопкой ОК. Кнопка назад и кнопка свойства. Теперь хочу посмотреть по старшинству дальше. Пойдем по удобству. На мой взгляд. Попробуем открывать их сзади. Вот такая вот большая дистанционка. Это дистанционка аэромыш. Вот здесь написано Ear Mouse, Wireless Keyboard и Motion Sensing Game. То есть она должна поддерживать режим джойстика. И голосовые функции. Ух ты! Она реализована с помощью... Управление реализована с помощью донгла. В принципе, мы его не будем доставать. И хочу посмотреть, что сзади. А сзади у нас полноценная QWERTY клавиатура. Зум есть. Элементы управления плеером. Home. Громкость. Программа переключения. Это все понятно. Интернет, ТВ. Какой-то более похож на универсальный пульт. Насколько будет с ним удобно. И как он может работать в режиме джойстика, я пока не понимаю. Ну, откладываем. RE Mini i25A. Ну, дизайн у нее, судя по коробочке, то, что нарисовано на коробочке, очень должен быть крутой. Мне очень нравится эта фирма. Ой, сколько тут всего. Сколько тут всего. Какая-то открыточка. Аккуратненько открою. Так. Ух ты. Выглядит она реально круто. Это здесь полноценная QWERTY клавиатура. Здесь такое приятное очень тиснение. Очень удобно держать. Она, ну, как бы... Очень интересно. О, нет. Даже что-то загорается. Она... Ага. Она заряжается от... USB. Ей не нужно... Вот есть включение и выключение. Ей не нужны батарейки. На работе от встроенных аккумуляторов. Ну, пока что она мне нравится больше всего. Теперь посмотрим, что у нас есть. Есть USB кабель, который... Ага. Вот донгл. Есть разъем, куда включается донгл. То есть... И есть зарядка. То есть, фактически, занимая USB разъем, у вас не болит голова, как его потом заряжать. То есть, вы, подключив донгл, вы подключаете это к приставке, либо к компьютеру, и заряжаете просто через... И заряжаете просто через подключение... Вот так вот, через microUSB. И включаете клавиатуру переключателем ON и OFF. По поводу этого пульта управления, хотел бы отметить возможность программирования верхнего ряда кнопок и всего, что отмечено оранжевым цветом. То есть, это навигационный джойстик в том числе. Программируется он очень-очень просто. Как написано в инструкции, вы просто берете пульт, который вы хотите запрограммировать, нажимаете кнопочку SET, держите 4 секунды, загорается огонек, нажимаете кнопку, которую вы хотите запрограммировать, берете дистанционную кнопку, которую хотите перенести, нажимаете до момента того, как погаснет огонек, и, в принципе, все. Все, кнопка запрограммирована. По сути, вы так можете сделать для кнопки, например, меню, source, еще какую-нибудь кнопку, назначить все, что хотите. Ну и, само собой, джойстик. У меня другая дистанционная, которую я показывал, которая выглядит как универсальный пульт, но я, пролистав ее инструкцию, так и не нашел, как ее можно программировать и как ее можно использовать как универсальный пульт, хотя тоже было бы очень интересное устройство. Ну, смотрим дальше, в принципе. Следующая клавиатура того же производителя, Арии на такой достаточно замысловатой упаковке. О, снимается. Отлично. Она снялась. Открываем. Какая-то большая коробка для такой маленькой. И это, ребята, это простая-простая, самая простая аэромышь. Аэромышь, но она с очень крутым тиснением, тоже ее очень удобно держать. Так, что у нас тут есть? А у нас здесь абсолютно все стандартное. Page-up, page-down. Есть у нас регулировка громкости. Здесь как краткая инструкция нарисована. Теперь, где же донгл? Где же донгл? Донгл вот внутри у нас спрятан. Две батареечки 3А. Тоже пока что ничего примечательного. Мне вот это вот нравится намного больше. И вот это вот, вот это тоже, кстати, очень крутая, крутая, крутой манипулятор, будем их так называть. Давайте тут тоже убираем. Она у нас тоже идет на тест. И вот последнее, что я хотел посмотреть, это вот такая очень крутая штука, как по мне. Здесь сразу задекларировано, что она может работать на компьютерах, ноутбуках, на Xbox 360, на смартфонах через UTG, на Smart TV, на Android TV боксах. И выглядит коробка вообще на ощупь такая, блин, она как софт-тач такой, не знаю. Написано, что это mini wireless keyboard mouse combo. Она вроде как совмещает и функции мышки, и именно как клавиатура. Давайте ее откроем. Немножечко помятая коробочка. Везли ее. Видно, тоже издалека. Упакована она, конечно, добротно. Упакована сильно. Ага, кабеля. Отложим в стороночку кабель для зарядки, я так понимаю. Есть вот такая вот инструкция, где больше похоже на рекламу. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Она действительно крутая. Она действительно очень-очень крутая. Мне она очень-очень нравится. У нее аккумулятор BL5C, как на Nokia, на моей старой. Вот он, донгл, скрыт под этим, под крышкой аккумулятора. Да, это старый нокиовский аккумулятор. Только здесь нет надписи Nokia. Вы знаете, есть небольшой запах пластика, когда открываешь. Аккумулятор можно заменить двумя батарейками 3А. Ну, вообще, это универсально, круто. То есть, если у вас там где-то этот аккумулятор сейчас разрядился, у вас нет возможности его зарядить, то я думаю, просто вставили три батареи, две батарейки вернее, и все, и пошли. Донгл здесь на месте. Здесь полноценная QWERTY клавиатура с функциональными кнопками для компьютера. То есть, она 100% может подключиться к компьютеру. У нее есть до F12 кнопочки, F11 и F12 через кнопку Function. Есть режим нажатия кнопки мыши левая-правая, есть Page Down, Page Up. Фактически, это 100% такая, знаете, мини-ноутбук клавиатура нажимается. Очень круто, очень приятно. Здесь есть Volume Up, Volume Down. То есть, это можно регулировать вверх-вниз, громкость, вернее, громче-тише. Вау! Приятно, приятно. Светится она очень приятно. И есть, что примечательно, это вот сенсорный ввод управления мышки, который поддерживает жесты. В принципе, те, кто часто пользуется ноутбуком, я не знаю, что проведение двумя пальцами вверх-вниз, это скролл вверх-вниз, это вот именно для ноутбуков больше подходит, либо для стационарных компьютеров. Ну и стандартный джойстик, лево-право-вверх-вниз, ОК. Кнопка домой, поиск и интернет, для пользователя интернета, есть кнопка выключения звука, почта и медиаплеер. Это вообще, по-моему, такая полноценная, стандартная PC-клавиатура. Но ее, скорее всего, можно подключать и к Smart TV Box. Не скорее всего, а так оно и есть. И мы подключим и посмотрим, что же она такое может, как на компьютере, так и на Smart TV. Ну что, в руках у нас есть куча разных девайсов. Первый, который мы вставили, вот, i7 mini, да, мы уже вставили батареечки. Я не буду его закрывать, потому что просто потестируем и не буду дальше. Вот его донгл, мы его вставляем. Мы его вставили. На экране мы видим, начала бегать мышь. Достаточно интересно. Попробуем откалибровать. Выставим в центр, нажимаем кнопку калибровки, направляем в центр экрана, где мы видим мышь. Отпускаем и вот оно, вот оно, да, она действительно хорошо работает. Это, по сути, самая обыкновенная аэромышь. Все управление происходит через кнопку ОК. Делается громче, тише. Попробуем сейчас функции Плей. Есть кнопочка назад. Очень удобная аэромышь. Она не дребезжит. Я просто видел когда-то аэромыши, у которых из-за гироскопа дребезжит сам по себе указатель. Пробуем запустить любое видео на YouTube. Так. Попробуем поддержку. Попробуем поддержку вот этой вот кнопки. На Play, Pause работает. Ну, я вам скажу, обыкновенная аэромышь. Ничего такого примечательного в ней нет. Вторая обыкновенная аэромышь, которую мы будем использовать, это вот такой вот пульт, у которого реализованы практически те же самые кнопки, как и в прошлой мяше. Донгл у него находится под крышкой батарейного отсека. Мы вставляем донгл в приставку. Донгл у нас стоит. И вот появилась наша мышка. В принципе, тоже ничего примечательного, в отличие от той мышки, нет, кроме расположения кнопочек. Вот есть назад, назад. Попробуем откалибровать. Выставляем в центр. Выставили в центр. Нажали кнопочку калибровки. Нет, не получилось. Вот, нажали кнопочку калибровки. Выставили в центр. Но она работает, вы знаете, немножечко такая более как бы в киселе, что ли. Не знаю, как это объяснить. Но на предыдущей мышке такого не было. Там было более точное такое позиционирование. Попробуем, как она работает в YouTube. Ну, неплохо. Очень неплохо. Она работает и мне очень сильно нравится. Ну, в принципе, как обыкновенная аэромыш. Но здесь, в отличие от той мыши, не реализованы, допустим, кнопки управления проигрывателем. Да, то есть нет здесь так, play, pause, как в прошлой мыши. То есть здесь необходимо все это делать через... Через что это необходимо делать? Ха-ха-ха. То есть фактически нажимать вниз, наводить на паузу. Да, в этой мышке оно сделано немножечко не так, как в предыдущей. В предыдущей было удобно вот именно из-за наличия той самой кнопки управления плеером. Но здесь такая кнопочка, к сожалению, не реализована. Вот это вот пресловутая, которую я хотел попробовать. Дистанционка с функцией аэромыши, клавиатуры и прямо геймпада. И вот, ну, не знаю. То есть как аэромыши она, конечно, работает. Но я вам скажу, размах здесь еще больше. Из-за ее габаритов, ну, крайне, крайне тяжело угадать, куда попасть. Ну, то есть ее необходимо калибровать. Кнопка калибровочки. Давайте посмотрим, есть она или нет. Крайней мере я ее не вижу. Поэтому калибровать будем по нижнему углу. То есть фактически наводим мышь в левый нижний угол и направляем туда дистанционку. И когда уже выходим, у нас, в принципе, такая откалиброванная мышь. Но, знаете, что неудобно? Есть очень классно. Это навигационные кнопки управления плеером. Например, тем же самым YouTube. Мы сейчас нажмем на ролик и пробуем попроигрывать, потормозить, поперематывать. Ну, они работают, допустим. Это очень удобно. Это несомненный плюс данной дистанционки. Можно попробовать лево-право. Да, он переключает ролики, перематывает. То есть, ну, вообще отлично работает. Что за кнопки зума? Для меня непонятно. В плеере они... Оп. Ага, если нажать кнопочку поиск, вываливает нас в стандартный браузер. Зум тоже для меня здесь не работает, непонятен. Есть кнопка Home, она центральная. Есть кнопка свойств, это понятно. Кнопка назад, тоже понятно. Стандартный джойстик с кнопкой ОК. Громкость вверх-вниз. Переключение программ для, скорее всего, каких-нибудь приложений, которые поддерживают IPTV, либо просто какого-нибудь онлайн-телевидения. Возможно, опять, если нажать на кнопку интернет, то появляется интернет. Не знаю. Пока что я не вижу здесь. Ага, вот мы нажимаем на кнопочку музыка. Понятно. Здесь у нас есть почта. Есть у нас вот... Господи, он входит в медиа-центр. Фактически тот же самый коди. Но дистанционка такая. Она своеобразная. Крайне неудобно, необходимо постоянно перелацировать сверху вниз руку. То есть габариты этой дистанционки, они внушительны. Внушительны настолько, что не всегда удобно этим пользоваться. Давайте попробуем в поиске, например, какую-нибудь ввести текст. Давайте уже, если мы начали с YouTube, то все с тем же YouTube. Ну, насчет реализации аэромыши. Все-таки в прошлых аэромышках было немножечко удобнее водить. Не знаю, с чем это связано. Но голоса здесь нет. Давайте попробуем текстовые функции. Например, там, я не знаю, что-нибудь. Фанни видео с датом. Напечатаем фанни. Ну, печатает он очень хорошо. То есть нет никаких проблем с набором текста. Есть навигационные кнопки на этой стороне. Есть какие-то кнопки... Вернее, есть символы через Alt. Есть Caps Lock. Есть Escape. Ну, то бишь, выход назад. В принципе, это самая обыкновенная клавиатура. Не думаю, что ей было бы удобно пользоваться на стационарном компьютере. Ну, и пульт или аэромыш, или что это. Или вот такой, сам по себе, пульт дистанционного управления, который мне нравится по дизайну более всего. То есть здесь можно дотягиваться до всех кнопок без перекладывания в руки дистанционки. Ну, достаточно интересный дизайн. Кнопки сзади мягкие, эластичные. То есть не вызывают никакого дискомфорта. Когда держал я предыдущую, там кнопки были слишком рельефные. И очень сильно дискомфорт был в руке. Этот пульт... Ну, не знаю. Давайте попробуем подключить. Здесь я напомню реализован донгл. Вместе с зарядкой через USB кабель подключаем. Так, подключили. Мышка забегала. Кстати, блин, размах классный у нее. Так, она достаточно точно срабатывает. Что это за кнопочка? Ага, вот кнопка калибровки. Выставляем в центр. Ну, очень-очень приятно. Кнопки управления громкостью. Ну, пейджап, пейдждаун есть. Отлично. Навигация видео есть. Пробуем. Да, плей работает. А вот перемоточки. Возможно, она на плей будет работать. Нет, к сожалению, навигационные кнопки следующего в YouTube не работают. Они 100% работают в каком-либо плеере. У нас нет цели оценивать это. Наша цель составить первое впечатление. Сейчас попробуем с клавиатурой поработать. Так, это английский вариант. Есть сочетание через Function, Ctrl, Alt, Delete. Это для компьютеров больше. Если вы в центральном меню нажмете кнопку поиска, то вы вывалитесь в Google. В данном случае он просто не настроен, но она работает. Но клавиатура, конечно, прекрасная. Прекрасная. Прекрасно работает, прекрасно бегает. Я бы, в принципе, если бы захотел остановиться на такой аэромышке, я бы себе такой аэромыш и брал бы. И у меня последнее, что есть на сегодня. Это вот такая вот клавиатура. Она очень круто выглядит. Она очень круто светится. Вот она сейчас. Вот она подключена тоже. Мы видим, как бегает мышь. Это, в принципе, тачпад как на ноутбуке. Она поддерживает жесты. Допустим, двумя пальцами мы можем вводить. И мы видим, как движется у нас меню. Здесь нет определенной кнопки назад. Здесь есть вот кнопка мышь. Правая кнопка мышь, что, в принципе, отвечает за функцию назад. В стандартной дистанционке. Также здесь мы видим ряды от F1 до F10 и через Function F11 и F12. Что, в принципе, хорошо для работы за компьютером. Есть кнопки быстрые. Так, выходим. Есть кнопочка домой. Есть кнопочка интернет. Зарабатывает мгновенно. Она нас выкидывает в браузер. Есть кнопка поиск. Это тоже все прекрасно работает. Есть кнопочка медиаплеера. Она выкидывает на музыку. Есть кнопка для вызова быстрого почты. Ну, кнопка отключения-включения звука. Она стандартная. Все остальные кнопки. Вот у нас есть навигационная кнопка управления плеером. Поверьте, она работает во всех. Есть кнопка управления громкостью. И стандартная кнопка по управлению самим устройством. Если работать в режиме мыши, то, в принципе, просто тап по тачпаду эмулирует нажатие, в принципе, как и на самой аэромыши. Нажатие кнопки окинь. Либо есть вот кнопочки у нас, кнопка у нас есть срабатывание мышки левой кнопки, либо правой. Очень плохо, что здесь нет кнопки включения-выключения. То есть, вы фактически не можете перезагрузить приставку с помощью этого устройства. Только лишь, если в меню выберите об устройстве перезагрузить. Что, в принципе, не очень удобно. Фух! Голова у меня, честно говоря, вспухла. Что же все-таки выбрать? У каждой из этих мышей есть явные преимущества. Например, у этой мыши есть кнопочка play-pause, которая очень сильно помогает. Потому что, например, на этой мышке, которая, блин, она лучше тактильна, она более лучше лежит в руке, она классная. Но дело в том, что неудобно для того, чтобы поставить на паузу. Нужно нажимать вниз, потом нажимать окей, наводить на паузу. Ну, как бы, такое сумбурно. То есть, в моем рейтинге это на самом последнем месте. Хотя, она имеет право быть, она очень дешевая и она действительно классно работает. В четвертом месте я отмечу вот эту вот аэромыш. Она легенькая, в ней есть дополнительно эта кнопочка play-pause, управление проигрывателем, что очень-очень удобно. Но это простая мышь. Третье место я присвоил вот этому девайсу. Он, хотя и имеет крутой набор функций, но он достаточно большой. Для того, чтобы пользоваться одной рукой, вам необходимо будет перекладывать его постоянно в руке. Для того, чтобы, например, нажать на кнопку home, а потом регулировать громкость. Это очень неудобно. К тому же клавиатура имеет широкие вот такие вот рамки по бокам. И когда вы печатаете, вам приходится дотягиваться до середины клавиатуры, что не есть удобно. Хотя клавиатура тоже достаточно примечательная. В ней очень хорошо и плавно ходит аэромыш. Она хорошо калибруется. Ну, есть свои нюансы, но третье место. Я хотел этому монстру отдать первое место, но, к сожалению, это только второе место в нашем рейтинге. Только из-за того, что она люфтит. И она не подключилась к моему персональному стационарному компьютеру. У нее есть все задатки, чтобы стать полноценной клавиатурой для какого-нибудь смарт-ТВ-центра на базе полноценного компьютера. Это очень круто, все хорошо, но когда я всунул ее в USB, появился идентификатор USB не считан. То есть, фактически, это танцы с бубнами. Я уверен, что ее можно запустить, но я не хочу. Я хочу из коробки купить устройство, вставить и получить работающее устройство, которое бы меня полностью удовлетворяло. А первое место, первое место я отдаю вот этой вот замечательной дистанционке с аэромышью, с клавиатурой, которая совмещена с пультом для каких-то устройств. Я еще пока не разобрался до конца, но работает она отлично. Вы одним пальцем охватываете абсолютно весь пульт. У вас удобно лежит в руке клавиатура при печатании. Вы достаете до любого конца этой клавиатуры. И, что немаловажно, в ней есть кабель, который совмещается с USB и выводит сразу и зарядку, и место для донгла. Но я бы, в свою очередь, вам советовал не основываться на чужих мнениях. Тестируйте сами, покупайте, пробуйте. А если вам все-таки нравится то, чем мы занимаемся, ставьте лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. И побольше можете ставить дизлайков, они все равно хорошо влияют на рейтинг моих видео. До скорой встречи. Подписываемся. Пока. С вами был Владимир Крамалин. Ты на канале Технозон.